Приветствуем вас, братья и сестры, на библейском портале Экзегет, и сегодня вместе мы вспоминаем преподобного Варлаама Хутенского. Вот, конечно, в Новгороде он очень почитаем, а в других местах вот не так уже его знают, тогда как он один из покровителей Руси, Русской Православной Церкви, вообще нашего Отечества, и как вот преподобный Сергий Радонежский, он наставник вообще для всех иноков и мирян православных, так и преподобный Варлаам Хутенский. Часто, кстати, они вместе изображаются на иконах, преподобный Варлаам и преподобный Сергий Радонежский. Вот в 1521 году, когда было нашествие Махмед Гирея, крымские татары, ну там еще другие, в общем, очень сложная такая ситуация, и люди не знали, что делать, а одной монахине ей было дано такое видение, как святители московские, они вдруг начинают покидать московский Кремль, святители там Петр, Алексий, Иона, другие, и они выходят как бы с крестным ходом и уносят Владимирскую икону Божией Матери, вот уже выходят из Кремля, и вдруг перед ними появляются преподобный Сергий Радонежский и преподобный Варлаам Хутенский, и они спрашивают, почему вы уходите, а те говорят, потому что за грехи этого города, то есть, хоть и Москва православный город, но не все живут православно, не все живут свято, чисто, и люди грешили тоже, и вот они говорят, святители, что за грехи жителей этого города мы покидаем, и уносят, получается, Владимирскую икону Божией Матери, как такое главное благословение Царицы Небесной, и преподобный Варлаам и Сергий умолили их остаться и вместе сотворили молитву, чтобы город был сохранен. Конечно, в то время ситуация была достаточно тяжелой, там пришлось платить дань, но город действительно сохранили, и враги не овладели стольным градом Москвой. А вот преподобный Варлаам, он жил раньше преподобного Сергия, это вообще 12 век, это то время, когда еще даже, ну, христианство распространялось, где-то утверждалось, где-то не очень, и преподобный Варлаам, он вот происходит из Новгорода Великого. Судя по всему, его родители были богатыми, обеспеченными людьми, они сыну дали прекрасное образование, вот по тому времени можно судить, вообще Новгород был городом образованных людей, нашли очень много берестяных грамот, там разные какие-то торговые расписки, соглашения, нашли также школьные такие вот учебные там, ну, росписи, как дети учатся писать, там какие-то науки овладевают, и в Новгороде просвещение было распространено, и вот, кстати, сохранилась грамота преподобного Варлаама Хутенского, такой уникальный документ, как он свои поместья, которые от родителей ему достались, он жертвует обители, монастырю, то есть то, что вот перешло ему, он от этого отказывается, но отказывается в пользу как бы поддержания монастыря, обители. И Варлаам, он, конечно же, с детских лет, вот восприняв дух благочестия, стремился к Богу, к сожалению, вот мало там сведений, но что точно известно? То, что он вместе еще с некоторыми друзьями своими, с подвижниками, решил уйти из мира и поселиться где-то в пустынном месте, дабы там всецело стремиться душой к Богу, то есть он вот принадлежал к тем таким вот редким чистым душам, которые понимают, что мир, он не для них, вот эти вот револнения, это суета, где-то там обман, подлость, это все чужое, а вот сердцем хочется чего-то подлинного, чего-то настоящего. И такие люди, они уходили, искали то место, где могли бы поселиться и возносить свои молитвы к Богу. А что же за место он избрал? Вот мы говорим, что он хутонский, да, хутонь-место, а на самом деле ведь хутонь от слова худо. Считалось, что это очень плохое, худое, гиблое место, где люди в принципе не могут жить, а когда преподобный Варлам пошел со своими товарищами, то там именно он увидел луч, как луч светлого солнца, то есть Господь указал, что именно там он просияет, то есть святые не искали себе комфортных мест. Они шли туда, где совершенно дикие, необжитые находились территории, и там вот среди вот этих трудных условий, когда никакого комфорта для их телесной природы, и они вот всецело доверившись к Богу, совершали какие-то труды, возделывали землю, но прежде всего молились к Богу, и когда преображалась их душа, то преображалось и тело, и все вокруг тоже начинало преображаться. Кстати, там рядом с этой вот хутенью было болото под названием Видень, от слова видение, ну буквально от привидений, потому что считалось, что там являлись людям различные привидения, что-то могло привидеться. Так бесы иногда бывало искушали людей, те, которые вот особенно в страхах идут в какие-то места неосвященные, и там демонические всякие могут быть явления, и люди вот этого боялись, а получается, что святые как раз шли туда, где и могло произойти столкновение с темной демонической силой, и действительно, кстати, когда преподобный Варлаам, вот он совершал свое молитвенное делание, вот он устроил себе келью, он молится, и молится в ночь, а бесы вдруг начинали как бы имитировать, копировать, ну скажем, шипение змеи, да, или рычание каких-то хищных зверей устрашать, такие ночные страхования устраивали, но преподобный Варлаам, он своей молитвой все это преодолевал, потому что сердцем он был с Господом, и, конечно, вот наши сведения о духовном делании преподобного Варлама, они очень скудные, почему? Потому что святые люди не пытались себя как бы вот на показ выставлять, они не пытались все это вот описывать, они себя не считали святыми, но ради их смирения Господь наделял их благодатью Духа Святаго, и когда вот такой светильник благодати Божией появляется среди людей, то и другие начинают к нему тянуться, и вот мы видим, что люди уже начинают собираться к преподобному Варлааму, и те, кто хотят стать учениками, и просто вот духовными чадами, и это место обустраивается и становится действительно таким святым местом, святой монастырь устраивается, а когда вот приходит, то неожиданно вдруг проявляется его прозорливость, допустим, приезжал когда к нему князь, то князь еще не знал, что у него родится именно сын, а преподобный Варлаам говорит, приветствую тебя и сына твоего, а тот удивился, а потом возвращается домой, а у него действительно родился сын, то есть получается, что преподобный Варлаам это все видел, прозревал, потому что в Духе Святом преподобным открывалось истинное знание. Что касается прозорливости, то обычно все вспоминают случаи с архиепископом, когда вот преподобный Варлаам был в гостях у новгородского архиепископа, тот говорит, вот приезжай ко мне через неделю, и преподобный Варлаам, а это начало лета, июнь, говорит, приеду к тебе на санях. Ну, тот удивился, а как раз наступал там Петров пост, и вот он говорит в пятницу там Петрова поста, приеду к тебе на санях, а прямо вот в ночь под утро этого дня действительно вдруг выпал глубокий снег, неизвестно, от чего это произошло, и пришлось в буквальном смысле ехать на санях, а архиепископ испугался, что все посевы-то погибнут, от снега-то что там может быть, но преподобный Варлаам его успокаивает, это вообще древняя история именно от тех времен, говорит, что не переживай, Господь все устроит, просто вот этот снег, он заморозит тех и погубит тех червей, которые завелись, и там действительно принесли растения с поля, и оказалось, что рядом с корнями появлялись какие-то вот черви, и они погибли от этого холода, а снег этим злаковым культурам не повредил. Конечно, я вот не знаю, как там с точки зрения естественной науки все это объяснять, но в любом случае здесь была и прозорливость преподобного Варлаама, и, конечно же, его молитва, и он часто, кстати, спасал своей молитвой и город Новгород, и был такой случай, когда к нему принесли уже утонувшего человека, и вот по молитве он воскресил его, и воскрешения, кстати, мертвых с именем преподобного Варлаама неоднократно случались. Один случай, он по подобию как раз преподобного Сергия Радонежского. Вот помните, когда крестьянин своего сына больного несет к преподобному Сергию, он умирает уже, и крестьянин думал, там за гробом уже пойти, а преподобный Сергий его воскресил. Так вот, у преподобного Варлаама точно такой же случай, когда некий вот бедный человек несет своего больного сына к нему, и по дороге он умирает, ребенок, и этот крестьянин этот в отчаянии, а преподобный Варлаам молится, и ребенок воскрешает, он отдает его отцу его. И такие случаи были неоднократно, происходили. Но мне вот больше, конечно, запомнился и нравится такой случай, когда на мосту вот над рекой Волхов, там должна была совершиться казнь, у них совершали время от времени такие, конечно, необычные казни. Вот как раз ехал преподобный Варлаам, его везли на повозке, и вот видят, что ведут осужденного, должны были его сбросить в воду, ну как бы скинули там воду, и все, делу конец. Смертная казнь очень простая такая вроде бы. И преподобный Варлаам неожиданно повелел остановиться по воске, он забирает к себе, а люди уже уважали преподобного Варлама, и знали, что он молитвенник, что он прозорливый, чудотворец, и они отдают этого осужденного. И вот он его забирает, говорит, что он будет трудиться у меня в монастыре, и действительно, вот этот преступник бывший исправил свою жизнь, стал прекрасным тружеником и монахом. А в другой раз тоже вот едет через мост и ведут еще одного осужденного, но этот несправедливо осужден, вот второй осужденный, несправедливо осужден, и его родственники, родители упрашивают преподобного Варлаама тоже вот взять к себе, заступиться, защитить. А неожиданно преподобный Варлаам велел, чтобы ехали быстрее, и проезжает мимо этой процессии, оставляет его, так сказать, вот, их оставляет привести до конца смертную казнь в исполнении. А в чем же тут дело? И ученики недоумевают, как так могло быть, того преступника он, значит, взял к себе, а невинного оставил погибнуть. А преподобный Варлам им объясняет, что вы просто судите по-человечески и не знаете суда Божьего. Тот первый действительно был преступник, но когда он уже был схвачен, то глубоко раскаялся, и вот вели его казнить, и он испытывал раскаяние и хотел исправить свою жизнь. Но как бы он исправил свою жизнь, да, если бы его уже казнили, и не было, кто бы защитил его. Поэтому мы его взяли, из него получился прекрасный монах. А второй осужденный был невиновен. И вот в этом как раз тайна промысла Божия, что этот невиновный через такую казнь сподобляется участи Христовой, потому что Христос претерпел тоже невинную казнь. И поэтому, говорит преподобный Варлам, он не нуждался в моей защите, так как он принимал на себя участь Христова, и Господь сразу забирает его в рай, в небесное царство. То есть, конечно, с позиции вот особенно современного человека, это достаточно такая вот, ну, жестокая история. Но если судить с позиции вечной жизни, то там совершенно иной суд, там совершенно иная польза, и то, что вот человек сподобится вечной блаженной участи, это намного выше, чем какие-то вот короткие годы, проведенные на земле. К преподобному Варламу обращались как к старцу, к духовнику, с просьбой разрешить какие-то вот жизненные тягости, трудности, просили его молитв. И преподобный Варлам, он такой устав установил в своей обители, чтобы непременно кормили голодных, чтобы странникам давали приют. То есть, обитель должна отличаться особенным милосердием. И вот преподобный Варлам, когда телесно покинул этот видимый мир, то в духовном смысле он стал еще больше помогать, и его вот почитание поначалу там вот в новгородских краях, а потом и по всей России. И с этим особенно что было связано? Такое вот произошло чудо исцеления Григория слуги великого князя Василия Темного. А это что за Григорий? Он был постельничем, вот это у великих князей, у царей была такая должность человека, которая отвечает всецело вот за спальню, за постельное белье и так далее. То есть, это вот кажется сейчас, может быть, немножко смешно, что это за должность, но в древнее время, в древнее время все, что касалось кухни, касалось спальни и так далее, это поручалось только самым доверенным людям. Почему? Потому что легко какие-то вот убийцы, какие-то вот люди, которые пытались устранять там претендентов на власть, они через вот подобные вещи проникали поближе к князю и устраняли его. И спальня это такое место, которое должно быть в полной безопасности. То есть, Григорий, он был очень близким к князю Василию Темному, и вот он сильно разболелся. А когда он сильно разболелся, то он попросил везти его именно к преподобному Варламу Хутенскому, ну то есть, в монастыре, это уже прошло сколько-то времени после кончины преподобного Варлама, а святые мощи его почитались. И это уже начало 15 века, даже середина 15 века. И вот он, его везут, а положение его ухудшается, и он говорит, заповедовал так, что даже если я умру, все равно меня привезите к мощам преподобного Варлама. И так и получилось, что, значит, вот он умирает, и его все равно везут, привозят в обитель преподобного Варлама, и там он неожиданно пред всеми воскресает и рассказывает, в общем-то, такую необычную историю, что когда он умер, то прежде всего окружили его бесы, демонические страшные силы, и они показывали свитки, на которых написаны были его грехи. То есть, как бы, они претендовали на его душу, что вот твои грехи, поэтому ты наш. И неожиданно является святитель Николай Чудотворец, который им говорит, что хоть у него добрые дела и не так многочисленны, но все же они больше, чем эти грехи. Тем более, что все эти грехи он исповедовал преддуховным отцом. Оказывается, как, что даже когда мы исповедуем какие-то грехи, то бесы потом после смерти все равно пытаются как бы претендовать, да, что вот раз ты это совершил, то вот ты наш. То есть, лучше вообще не совершать грехов. Но если грех хоть и совершен, но исповедан, и больше уже не совершается, то мы уже имеем надежду, и пусть даже не так много добрых дел, но они могут перекрыть эти грехи. Вот так сказал святитель Николай, а бесы тут же отступили, появились ангелы, и они возводят душу Григория в рай, и там он как раз видит преподобного Варлаама Хутенского, который говорит, что я не успел к тебе прийти, но зато тебе помог святитель Николай Чудотворец, а не совсем нам понятно, как он не смог, почему он не смог прийти, да. Мы не все знаем, не все особенности жизни святых на небесах, может быть, там как-то иногда перераспределяется, кто кому должен помочь, да, какие святые в какой момент должны прийти. Но так или иначе преподобный Варлам ему говорит, вот хочешь ли ты остаться здесь? А там красота настолько необыкновенная, такое райское блаженство, что он тут же сказал, да, я хочу остаться здесь, но преподобный Варлам говорит, ты знаешь, вот твои отец и мать будут сильно переживать о тебе, поэтому сейчас ты возвращайся, а вот через семь лет ты уже опять придешь сюда. И вот с этими словами возвращается душа Григория в его тело, и вот так он воскресает. Ну, еще ему было, конечно, что открыто ему, преподобный Варлам говорит, что очень хорошо, что ты молишься святителю Николая Чудотворцу, продолжая также молиться, и я твой помощник. То есть на небесах вот они все едины, они в одном общем царстве Божием, этот святитель Николай Чудотворец, преподобный Варлам Хутонский, преподобный Сергий Радонежский. И поэтому вот у нас такое обилие небесных помощников, что мы и должны к ним постоянно обращаться. И вот Василий Темный, когда воскрес его слуга Григорий, то он уже распространяет везде почитание преподобного Варлама Хутонского, и он строит первый предел, церковь, посвященную преподобному Варламу, и потом еще строится, кстати, в соборе Василия Блаженного. Собор там же Василия Блаженного, там много храмов еще, церкви, такие вот пределы. И один из храмов, он посвящен именно преподобному Варламу Хутонскому, потому что он действительно вот покровитель русской земли. Ну, еще вот если вспомнить какие-то такие вот явные, такие очень яркие чудеса, как, что мы можем сказать, вот как один благотворитель с женой приезжал в монастырь преподобного Варлама, там в день его праздника, и вот они, значит, после уже богослужений, после трапезы возвращались, а лодка перевернулась. И этот благотворитель, он захлебнулся. И, конечно, все там в отчаянии нашли крестьян, который сетями вытаскивали его тело, а тело уже посинело, распухло. Ну, а жена, конечно же, она в отчаянии кричит и высказывает даже такую обиду. То есть, вот чем характерен этот случай, там никто, ну, может быть, другие как раз и молились, а жена, она обиды высказывала и говорила, почему ты это допустил преподобный Варлам, мы же вот благотворили, да, надеялись, что по твоим молитвам мы сподобимся доброго здравия, а тут получается, что я совсем мужа потеряла, и лучше бы мы вообще не приезжали в твой монастырь, да, тогда бы мы остались живы и целы. И вдруг неожиданно воскресает ее муж, у него вся вода из него вышла изо рта, вот, и он воскресает и говорит, что именно чудесной помощью преподобного Варлама он и возвращен к жизни. То есть, на самом деле, святые все прекрасно вот видят, какие-то вот беды, но нам надо через это пройти, иногда и нужно смириться. А мы не знаем, вот почему Господь кого-то тогда призывает, да, кому-то дает еще какой-то срок, как вот этому постельничьему Григорию. Но это было некое такое вразумление. В любом случае, пока мы живем на земле, мы, конечно, не можем избежать превратности вот этих земных, и какие-то несчастные случаи нас где-то вот поджидают, но если доверяем Богу и молимся святым угодникам, то мы не будем оставлены. Но наша задача бороться с греховными страстями. И вот те монахи, которые жили в обители преподобного Варлама на протяжении веков, одни, конечно, вели святую жизнь, другие несколько расслабленную, и преподобный Варлам часто их вразумлял. Вот, допустим, был там инок Тарасий, который поначалу отличался очень такими высокими добродетелями, душевным высоким устроением, и ему доверили монастырскую казну. А в обители как считалось, что вот в день праздника преподобного Варлама обязательно нужно раздавать милостыню всем нуждающимся. Вот сколько ни придет, и людей попросит, нужно обязательно раздавать. И в день праздника преподобного Варлама неожиданно вот этот инок Тарасий, он, получается, когда доступ к казне получил, то испортился просто-напросто, вознесся, возгордился, и нечестиво уже стал жить. И в день праздника он вообще никак не почтил преподобного Варлама, даже не пошел на литургию, а он сидел в своей келье, праздновал с друзьями и совсем забыл про неимущих. И тут явился сам преподобный Варлам из небесного мира, укорил его, ударил жезлом, что ты вот пребываешь в таком нерадении, забыв про данную заповедь. Так что этот инок, он упал, и его постигла некая болезнь, а только когда о нем стали молиться преподобному Варламу, принесли его к святым мощам в храм, то тогда получил он исцеление. А другой там вот был такой тоже келарь, который стал, в общем, упиваться вином. И тоже преподобный Варлам ему явился, укорил его, и даже было так у него тоже какое-то там заболевание, но по милости Божией после молитвы преподобного Варлама он исцелился. И вот прошло какое-то время, когда он опять стал пить, бражничать, приехал некий благотворитель, и во время обеда, когда вот подымал за здравную чашу этот келарь, он тут же умер. То есть Господь наказывает тех, кто живет нерадиво. И вот преподобный Варлам, он одним помогает, одних даже воскрешает, а других, наоборот, умершляет, тех, кто попирает Божию заповедь. Вот, кстати, князь Константин Дмитриевич, это сын, младший сын Дмитрия Донского, когда тоже он был очень и очень болен, его буквально на носилках принесли в храм к мощам преподобного Варлама оставили там, отслужив молебен, а сами пошли на трапезу. И, в общем, не заметили, как преподобный Варлам его полностью исцелил, и он уже поднялся с этих носилок и вышел из храма совершенно здоровым. Таких случаев множество, и мощи преподобного Варлама Хутонского, это действительно как храм Духа Святого, потому что еще при жизни он стяжал благодать Божию. Когда, кстати, князь Иван Третий, московский князь Иван Третий захватил Новгород, там очень жестко себя вел, и потом приезжает в Хутонский монастырь и говорит, вот откройте мне мощи преподобного Варлам, а ему говорят, что с древних времен повелось, что мы никому не открываем, ни к князьям, там хоть царь приедет, хоть кто. А он говорит, вот нет, откройте. Как только открыли, то вышла пламя, которая стала пожигать, и князь со страха побежал и выронил даже жезл, ну и так вот жезл там и был оставлен. То есть там, где, конечно, действует благодать Божия, неуместно никакой гордыни, никакой тщеславия, никакая человеческая страсть. И надо со смирением и сокрушенным сердцем приходить, и тогда святой угодник услышит и поможет, потому что путь к небесам пролегает только через смирение. И вот преподобный Варлам Хутонский, он, как и преподобный Сергий Радонежский, и как другие величайшие наши святые, он молитвенник и ходатый. Конечно, те, кто грешили, они строго наказывались, зато те, которые смирялись и искренне просят, с какой-то просьбой обращаются, то тем он всегда помогает, и мы должны это помнить, и обязательно почитать его и обращаться к нему с нашими молитвами. Дай нам Господь все-таки помнить, что преподобный Варлам Хутонский, он как одна из таких ярчайших звезд на таком церковном небосклоне у Господа в небесах, и поэтому вот будем обращаться к нему с искренними словами. Преподобный Отче наш Варламе, моли Бога о нас. Аминь. С праздником вас, братья и сестры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.